Настрой членов координационного совета был решительным. Несколько человек единодушно обозначили, что такая работа в формате беседы за круглым столом не совсем продуктивна. Необходимо внедрить практику либо выездов в районы, либо приглашать стороны, которые допустили те или иные нарушения. А перечень их тоже немалый. Вопросов много. Основное, что мы не обеспечили полному объёме технических средств реабилитации, трудоустройства, дефицит логопедов, дефектологов в стране отмечены. Из 21 выявленного нарушения в Акмолинской области устранено 10. Более 1 миллиона тенге выплачено индивидуальным помощником в полном объёме. Также рассмотрены антикоррупционные дела. А 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Тем не менее проблем меньше не становится. Ситуация, что очень много снега. Но тем не менее к остановке доступа нет. Я бы сам с удовольствием выездил на работу, пользуясь общественным транспортом. Честно. Но я не могу этим воспользоваться, потому что доступа к остановке нет. Я не могу куда-то заехать. Это нужно рассмотреть. Это обязательно сделать. И большая часть проблем, которые сегодня есть у нас, они бы снялись. Казалось бы, такая маленькая проблема, когда доступ к остановке. Но она действительно тормозит. Это были серьезные барьеры. Это невозможно заехать. Это невозможно получить какую-то услугу, качественную услугу. Члены координационного совета также отметили, что сейчас идет волна цифровизации. Часть услуг для лиц с ограниченными возможностями перешли в электронный формат. Но все еще вопросы бюрократии мешают инвалидам своевременно воспользоваться некоторыми льготами. Мадина Смогулова, Павел Соловьев, Кукшиак, Парад.